Всем привет, кто заглянул на наш очередной разбор слова. Сегодня у нас послание к Галатам, 5 глава. Я хотел бы предложить всего два стиха, это 22 и 23, потому что материал очень объемный, и несмотря на малое количество стихов, я думаю, нам хватит на сегодня этого материала. Итак, Галатам, 5 глава, 22 и 23 стих. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы помним по прошлому разу, когда разбирали дела плоти, что список дел плоти очень велик, обширен, объемный этот список. То есть плоть, она разнообразит свои проявления, свои характеристики, очень широко, очень многообразно представлены эти характеристики и эти проявления плоти. Ну, а плодов Духа всего 9, но тем не менее по своему наполнению, по своему содержанию, вот эти немногие плоды по сравнению с делами плоти, они достойны отдельного большого разбора, и поэтому сегодня только два стиха. Мы видим, что вот этот список начинается с любви, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. Я хотел бы перед тем, как приступить к по шаговому такому разбору всех этих характеристик, чтобы мы обратили внимание на то, что здесь говорится о плоде в единственном числе. Вот я никогда этого не видел раньше, но когда размышлял над нашим сегодняшним отрывком, вдруг увидел, что здесь не плоды Духа, здесь плод Духа в единственном числе. Если дела плоти, они во множественном числе, дела плоти, они известны, как мы уже говорили в прошлый раз, то плод Духа здесь стоит в единственном числе. Если мы возвращаемся в первое послание Коринфянам 12 главу, где мы говорили о дарах Святого Духа, то мы увидим, что даров Духа тоже много, или скажем так, дары Духа, они представлены во множественном числе, проявление Духа Святого во множественном числе, А плод Духа здесь сегодня представлен в единственном числе. И я хотел бы сегодня поговорить о плоде Духа в сравнении с дарами Духа. То есть, для того, чтобы лучше понять, что такое плод Духа, мне кажется, целесообразно сравнивать вот этот плод Духа с дарами Духа. Потому что вроде и то относится к Духу, и это относится к Духу. Но вот сравнивая дары Духа Святого и плод Духа, я думаю, мы лучше поймем, что же такое плод Духа. Во-первых, хочется сразу же поделиться своим соображением, почему же все-таки плод в единственном числе. Потому ли, что мы должны только одну из этих характеристик явить, а именно, или только любовь, или только радость, или только мир? Конечно же, нет. Сразу же бросается в глаза, что мы должны обладать, мы призваны обладать всеми этими характеристиками одновременно и сразу. То есть, не отдельно взятыми какими-то проявлениями, а всеми характеристиками в той или иной мере. Понятно, что мы не сможем возрасти, или, скажем так, продемонстрировать каждую из этих характеристик в полноте сразу же. Это понятно. Но одновременно возрастать во всех них, да, то есть одновременно, сразу в любви возрастать, сразу в радости возрастать, сразу в благости, да, в милосердии возрастать. Мы призваны. Одновременно. Поэтому плод здесь указан в единственном числе. Потому что сразу всё вот это в совокупности и является тем плодом Духа, да, который пребывает в нас, ну, должен пребывать. То есть, мы призваны к тому, чтобы Он пребывал. Помните, Иисус сказал, если плод ваш будет пребывать, тогда чего вы не попросите у Отца Моего, Он даст вам, да, чтобы плод ваш пребывал, сказал Иисус. Помните? Конечно, когда Господь говорил о плоде, Он имел в виду не только характер, не только, скажем так, проявление личности какие-то. Он имел в виду также и спасённых людей, какие-то, может быть, материальные результаты нашего служения. Но, тем не менее, Господь заинтересован в пребывании нашего плода, пребывании. Поэтому здесь Он в единственном числе и характеризуется, да, или указывает на то, что мы призваны одновременно и одномоментно сразу же возрастать во всех вот этих характеристиках. Итак, если мы будем сравнивать дары Духа и плод Духа, то я вижу два больших отличия между дарами Духа и плодом Духа. Первое отличие. Мы не можем одновременно владеть всеми дарами Святого Духа. Не можем. Да, есть много мнений на этот счёт, много высказываний, догадок. И кое-кто, может быть, считает, что он призван сразу же обладать всеми дарами Духа Святого. Но я в Священном Писании, в Новом Завете, в деяниях апостолов, в посланиях апостолов, я нигде не встречаюсь с мыслью, что кто-то имеет на это право. Ну, может быть, апостолы, да? А вот такие простые рядовые верующие или служители, которыми мы с вами являемся, ну, я очень сильно сомневаюсь, что мы призваны обладать всеми дарами Святого Духа одновременно. Само построение фразы или само построение учения, когда идёт перечисление даров Святого Духа, оно подразумевает, что мы обладаем какой-то частью или только одним из этого списка. Иному то, иному сё, другому тот отдаётся, третьему вот это отдаётся. Но нигде не сказано, что мы все можем одновременно владеть, обладать или проявлять через себя все действия, все дары Святого Духа. Итак, первое отличие между дарами Духа и плодом Духа в том, что дарами всеми одновременно мы владеть никогда не призваны, а плодом одновременно всеми характеристиками вот этого плода, в единственном числе, мы как раз-таки и призваны владеть, да, или, скажем так, характеризоваться всеми характеристиками вот этого плода Духа Святого. Это первая разница, да, первое отличие. Второе отличие – дары Святого Духа, они имеют отношение к каким-то действиям, говорения, да, там, исцеления, проявления силы, какое-то действие происходит. Что такое дары Святого Духа? Это проявление, это движение чего-то, слов, да, там, мысли, учения, да, там, назидания, слово мудрости, чудотворение, исцеление, какое-то дело происходит, да. А плод Духа, даже если мы ничего не производим, даже если ничего не происходит, плод Духа характеризуется не действием, а свойством. То есть плод Духа – это некоторое свойство, это некоторое качество личности, это некоторые черты характера, и личность может ничего не делать, она может спокойно сидеть, никак себя не проявлять, просто бездействовать, но при этом обладать вот этими качествами и характеристиками. Вот вторая разница, второе отличие между дарами Святого Духа и плодом Святого Духа. Дары – это некоторые движения, это некоторые действия, это некоторые проявления в слове, там, в силе, в каких-то еще вещах, в вере и так далее. А плод Духа – это набор характеристик личности, которая может при этом ничего не делать, но обладать этими характеристиками, обладать этими качествами, обладать этими свойствами. То есть человек может ничего не делать и при этом быть добрым. Я сейчас не говорю, что христианин не должен ничего делать или христианин может бездействовать. Нет, я просто говорю к тому, что если даже он и бездействует, если даже он ничего не делает, просто сидит сложа руки, все равно он является добрым, он является милосердным, он является таковым, который имеет определенный набор характеристик, который как раз таки и является свойствами вот этого плода Духа Святого. То есть мы видим такие небольшие отличия между дарами и плодом. Это один и тот же самый Дух Святой. Но дары, они отличаются от плода. Дары – это то, что происходит в действии, в каком-то движении, а плод – это то, что пребывает, просто имеется, находится в наличии, он есть, он пребывает. Плод, он обязан пребывать, да? Господь хочет, чтобы наш плод пребывал. Наверное, еще одно такое интересное качество, да, или интересная разница между дарами и плодом – дары, они прекратятся, а плод пребудет вечно тоже, да? То есть дары на время даются, на время служения, на время земной жизни нашей, на время домостроительства Божьего, а плод, он пребудет с нами всегда. Так задумал Господь, и так мы видим в Священном Писании. Давайте же перечислим, да? Плод же Духа в единственном числе, но вот этот плод, он характеризуется определенными качествами. Любовь, радость, мир, долготерпение. Но я думаю, что каждое из этих качеств, да, оно достойно своей отдельной большой проповеди, да, или большого учения. Потому что смысл любви или тему любви, вот так просто навскидку, быстренько мы с вами не раскроем, но мы должны понимать, что эта любовь, конечно же, не плотская, это не душевная любовь, это духовная любовь. Агапы, да, как мы с вами знаем, любовь Божья. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. И вот вера здесь имеется в виду верность. В греческом оригинале здесь не просто вера, как знание о том, что есть Бог, или вера, как уверенность в том, что что-то тебе будет дано или что-то произойдет, а вера, как верность. Потому что вера, как уверенность или знание о том, что тебе что-то Господь даст или что-то произойдет по твоей молитве, это больше относится к дару Святого Духа. То есть это, ну, характеризуется, да, скажем так, действием человека, который верой своей производит чудеса. Это дар Святого Духа. А вера, как верность, это качество, характеристика личности. Итак, милосердие, верность, кротость, воздержание. Я думаю, каждая из этих характеристик достойна отдельной проповеди, отдельного учения. Поэтому, я думаю, мы не будем останавливаться. В общем-то, эти характеристики, эти свойства, эти качества, они нам вполне понятны. Они одновременно и просты, и сложны. Просты в том, что нет какой-то затейливости, да, или мудренности в этих качествах. А сложны в том, что их не так-то просто продемонстрировать. Не так-то просто достичь, добиться того, чтобы ими обладать. Но вот пребывание в нас Святого Духа, когда мы Ему позволяем себе пребывать, оно производит как дары, так и плод. И то, и другое должно в нас в равной степени возрастать. «На таковых нет закона». Вот эту фразу хотелось бы прокомментировать. То есть, галаты, как мы уже с вами говорили, были озабочены, чтобы не подпасть под клятву, да, или под наказание, которое предусматривало закон. То есть, галаты относились к такому сорту или к такой категории верующих, которые имели определенный суеверный страх перед Божьим наказанием. И это повергало их в поиск, оправдание посредством каких-то дел закона. И вот Павел их от этого страха избавляет. Он их освобождает, да, или Дух Святой освобождает через Павла и говорит, «Ребят, если вы будете проявлять вот эти качества, если плод Духа в вас будет пребывать вот в этих всех проявлениях, свойствах и характеристиках, то никто вам ничего не предъявит. На таких людей просто закон не распространяется, когда вы во Христе Иисусе, в Духе Святом, проявляете вот эти качества и эти характеристики. Когда вы характеризуетесь как личность набором вот этих свойств. Вам нечего предъявить, вас не в чем обвинить. На таковых нет закона. И поэтому Павел освобождает, Дух Святой освобождает через Павла и тех первых верующих, да, первоапостольских верующих и нас с вами. Мы призваны проявлять любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Благость – это доброта, милосердие, вера. То есть я могу ничего не делать, просто сидеть сложа руки, никак себя не проявлять, но при этом быть добрым, да, внутри, внутри быть добрым. Характеризоваться качеством доброты, милосердия. При этом я опять же повторюсь, я не о том сейчас говорю, что мы не должны ничего делать. Но даже если мы ничего не делаем, мы должны отличаться определенными чертами характера. Плод Духа – это характер. Это набор качеств характера, который должен пребывать, возрастать, да, и увеличиваться в своей интенсивности, в своем, так скажем, насыщенном состоянии. И поэтому, да поможет нам Господь, да благословит Он нас, возрастать, как в дарах Святого Духа, которыми мы всеми не можем одновременно обладать, но какой-то частью только, да, или одним, или частью, а также возрастать в плоде Святого Духа, чтобы плод Духа в нас возрастал. И то, и другое нам нужно, и в том, и в другом мы призваны преуспеть. Да поможет нам в этом Господь. До новых встреч, до новых видео. С Бога!